По Новосибирским кладбищам прокатилась волна актов вандализма. Так, на Гусинобродском неизвестные разрушили около десятка надгробий. Снесли даже бронзовые таблички. Правда, в отличие от разбитых, надгробий не бросили. Забрали на металлолом. Рассказывает Александр Попов. Въезд номер один старого гусинобродского кладбища. Покоя здесь нет ни живым, ни мертвым. Виктор Александрович приехал бороться с сорняками на могилках родственников и проверить, не стащил ли кто железную оградку. Однако больше опасаться теперь нужно вандалов. Раньше было как-то, снимали там драгметаллы, там раздавали. А сейчас просто вандалин, честный, просто валят и гадят, и уходят. На аллее буквально за одну ночь сломали десяток надгробий. Жилых и офисных помещений вокруг нет. Дорожка не проходная, а значит, кто-то приехал сюда на машине целенаправленно. Возможно, это какие-то религиозные обряды, ну, некое, скажем так, посвящение, возможно, возможно, некий ритуал какой-то, да, то есть я ничего не могу исключить. То есть что у этих людей в голове, ну, сложно к ним в голову залезти, определить какая цель, для чего это сделано. Но по факту мы имеем осквернение, по факту мы имеем вандализм. Ждать родственников администрации кладбища не стали. И буквально за выходные восстановили разрушенные захоронения. Некоторые полностью разрушены, но то, что возможно было восстановить, что не требовало там каких-то специальных инструментов, что-то все это мы сделали. Специалисты сетуют, что следить днем и ночью за двумя стами гектарами захоронений, имеющимися силами, практически невозможно. Устанавливаемые камеры сами надо охранять, так как умельцы скручивают их с любой высоты. Сборщики металлолома вынуждают похоронные дома отказываться от изготовления медных и латунков. Есть на кладбищах и другой контингент правонарушителей, которые приходят за горячительными напитками и конфетами на могилах. Привлечь по российскому законодательству практически невозможно, и поэтому администрация просит их собрать мусор на дорожках. Все методы, как говорится, хороши. Но особая опасность вандалы. Орудуют они в основном на Зайльцовском и Клещихинском кладбищах. Теперь добрались и до отдаленного Гусинобродского. А когда законы морали не действуют, есть надежда на уголовный кодекс. Администрация уже обратилась в полицию, ведется расследование. Александр Попов, Александр Ведерников, Новости ОТС.